Всем самого доброго дня! Дорогие друзья, с вами сегодня я, Галина и моя цветочная палитра. Итак, речь у нас сегодня пойдет о флоксах. О том, как их размножить. Как размножить их именно делением куста. Первое, когда же лучше размножать флоксы делением куста. Я прихожу к такому мнению, что это все-таки в моем регионе, это Брянская область, это весна. Да, мне нравится и осенью делить, но если сорт капризен, не очень морозостойкий, то есть возможность потерять его. А вот если мы весной проведем всю эту процедуру, то тогда потерять флокс у нас шансы уменьшаются, и причем в разы. Итак, что нам нужно? Прежде всего мы должны выбрать само растение. Ну вот, сегодня я хочу именно вот этот вот флокс показать, как можно его делить, не очень острая лопата. И мы должны наметить себе место, где мы будем отрезать флокс. Ну вот, я хочу вот эту вот часть. Вот здесь как бы у меня, видите, есть небольшой промежуточек. Вот его-то я и отделю. Надо очень хорошо нажать, вот так вот аккуратно-аккуратно выкопать. Вот такая вот шикарная деленочка у нас отделилась. Просто шикарная. Конечно, я могу эту деленочку поделить еще. Это не составит никакого труда. Посмотрите, как она легко вот здесь вот может разделиться. Сейчас мы чуть-чуть с корней уберем землю. Оп! Вот так, посмотрите. Вот такой вот посадочный материал. Вот разделен. Можно поделить этот же посадочный материал на небольшие фрагменты, которые уже в этом году нам дадут полноценное цветение. Вот так даже я его поделю. Вот, видите, вот такие посадочные единички. Ну, а этот оставлю вот как он есть, да. Не очень такой маленький он у меня получится. Вот эта вот куртиночка не очень маленькая, но очень-очень хорошая. Место среза вот так водичкой. И засыпаем хорошим грунтом. Ну, я беру в этом случае компост. У меня этот флокс растет под деревом, под яблонькой. И покушать тут все любят. И яблонька, и сам флокс. Давайте посмотрим, какие же еще растения мы можем поделить. Мы без проблем можем поделить и вот этот, допустим, четырехлетний куст. Но мне это не нужно совершенно. Пускай он подцветет в этом году еще более обильно, нежели вот все те годы, когда он свел, да. Черенки здесь прекрасные. Вы можете даже, если вот не хотите, как бы, выкапывать, да, как я, вы можете просто от таких флоксов без проблем оторвать череночки. Вот так. Вот, видите? Это тоже шикарные, шикарные будут у вас уже в этом году одногодочки вот такие. Тоже укореняем по тому же методу, как я и рассказывала в предыдущем видео о флоксах. Так какие же все-таки флоксы нужно обязательно, обязательно. Итак, перед нами куст флокса, которому шестой год. Был он позажен двухлетним саженцем. И вот шесть лет прошло, и такую картину мы видим. Вы видите, что буквально вся середина у него изросла. Выглядит она очень печально. Вот здесь вот одеревеневшие вот такие, видите, он весь из земли выпер. Вот, ну, вид у него, конечно, ужасный. И ждать от такого флокса хорошего цветения уже не приходится. Поэтому на пятый год или же на шестой год, какие-то сорта даже на четвертый год, нам обязательно их нужно, а нам нужно будет выкопать этот старый куст. Копать лучше всего вилами. Они меньше всего травмируют корневую систему. Вот у меня настолько он огромный, что, конечно, копать его прямо-таки скажу правильнее. Куст мы вытащили, и теперь нам осталось отделить от него вот такие вот молодые растения. Как я это делаю? Во-первых, эти молодые растения мы найдем только-только по бокам. Это хорошо видно. Вот, вот тут вот они находятся. Вот эту вот середину я даже брать не буду. Почему? Потому что здесь уже ничего хорошего я не вижу. Да и вот этих вот растений, вот этого, вот этого мне хватит за глаза, чтобы размножить этот сорт. И хочу вам сказать, вот в этих вот деленочках будет уже полноценное цветение. Здесь у меня вот такое растение внутри растет. Придется отрезать его. Видите, некоторые сами прям делятся. Вот, некоторые придется отрезать. Чем кустик флокса моложе, тем проще он поддается делению. Ну вот, допустим, смотрите, здесь вот он просто сам просится разделить его на две части. Видите, руками без проблем. Раз, все, две полноценные деленочки готовы. Если вы делите старый, изросшийся флокс, как у меня, допустим, вы можете это делать секатором. То есть, что мы должны сделать? Вот, допустим, вот эту деленку я должна найти вот такое вот местечко, куда бы я могла загнать острие секатора. И просто надавить на него. Вот так. Часть корней, конечно же, у нас пострадает, но это совершенно не страшно. И вот таким вот методом мы его будем отламывать. И также с этой стороны. Вот. Все, деленочка наша отломилась. У нее есть корешки, но вот такие вот части тоже можно, видите, отлично поделить. Все. Вот это вот называется омолаживающее деление куста. Когда у вас остаются вот такие большие пенечки, это очень плохо. Их обязательно нужно убирать секатором. Иначе они могут загнить, и ваше растение может очень сильно пострадать. Если есть возможность, его, конечно, лучше всего убрать, вообще вот как бы выдвинуть, да. Но у меня такой возможности нет. Вы видите, что все это на нем образовано. Поэтому я оставлю его таким, как он сейчас есть. Вот он у меня еще один. Тоже, опять же, вот видите, это деревяшечка осталась у нас. Стволик этот старый. Ну, тоже силы не хватит у меня ее. Единственное, вот так вырежу. Все. Вот такой вот посадочный материал у меня остался. Честно скажу, я не люблю телить старые кусты. И практически это никогда не делаю. Но я всегда стараюсь размножать черенкованием свои флоксы. Но когда черенков, допустим, вы не нарезали, а видите, что вот такая вот история у вас произошла, или кто-то с вами поделился деленочкой, не надо этим, как говорится, брезывать. Берите и сажайте. Затем его можно размножить, конечно, и черенкованием будет. Дальше. Если вы хотите еще один метод узнать, то он заключается в следующем. Это берется обычный молоток и обычная, как ее называют, отвертка. Отвертку вбиваем в наш посадочный материал и начинаем там делать всякие вот такие вот движения, чтобы разломить этот куст. Итак, вот эта часть черенков, которая у нас будет посажена. А вот эти черенки, я вам сейчас покажу, что же такое старый изросшийся флокс. Посмотрите, здесь уже ничего хорошего нет. Безжалостно выбрасывайте вот такую вот ерунду, можно уже сказать. Это не посадочный материал, это ужас. Конечно, доводить до такого состояния флоксы я вообще не рекомендую, совершенно не рекомендую. Мне, честно сказать, единственный такой шестилетний куст, это тот, который мы сейчас с вами поделили. Вот еще, посмотрите, какое, ну что тут уже? Тут уже ничего нет хорошего. Посмотрите, здесь все одеревеневшее. А представляете, сколько здесь уже всякой гадости, всяких болезней и всего остального. Посадочный материал флоксов мы ни в коем случае не должны пересушивать. То есть, если вы сейчас не можете его посадить сразу после деления, значит, уберите его куда-то в прохладное место с притенением, и пускай он у вас там будет. И корешки желательно обернуть влажной тряпочкой или куда-то поставить, но не прямо вот в воду. Так лучше не делать. Итак, для посадки что нам потребуется? Во-первых, мы вырываем посадочные ямы и хорошо их заправляем. Чем вы будете заправлять ямы? Прежде всего, это хорошо перепревший навоз или это компост. Обязательно добавьте удобрения минеральные. Я сейчас работаю с перепревшим навозом и с золой. Вот такие вот нехитрые компоненты помогут нашим флоксам очень хорошо расти. Ведь все мы знаем, что из вот такого маленького костика вырастет очень большое растение буквально за один сезон. Это нужно учитывать при посадке. Значит, яма немного больше делается, чем корневая. И желательно, конечно, все это посадить на холмик. Разровнять корешочки. Немножко его зафиксировать. И обязательно хорошо пролить. Поливаю я фитоспорином, раствором фитоспорина. Ну, как бы мне нравится вообще работать с ним. Это поддерживает плодородие моей почвы. Яму посадочную я до конца не засыпаю. Почему? Потому что оставляю такое небольшое углубление для того, чтобы потом поливать флоксы. Это очень важно. Флоксы, они очень любят попить. Они не любят болото. Это нужно обязательно учитывать при посадке. Если хотите сделать из них какую-то композицию, то расстояние от кустов должно быть не менее 40 сантиметров. Не менее 40 сантиметров. А можно даже и 50 сантиметров. То есть каждый куст, я сажаю свои сейчас флоксы в парадной зоне. И поэтому каждый куст у меня должен как бы играть. Поэтому, во-первых, у меня должна быть соответствующая посадка, чтобы каждый куст как бы красиво прорисовывался. А во-вторых, должно быть обязательно вот это вот место, которое я только что и сказала. Еще один важный момент, это, конечно же, посадка в тень или полутень, или на солнце. Об этом мы поговорим в следующих видео о флоксах. Потому что тема эта очень-очень такая насущная. И хотелось бы ее открыть. Вот какие сорта нужно сажать в ажурную тень? Какие сорта выдерживают солнце? Обо всем этом будет в наших следующих роликах. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok